МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии заместитель начальника Ленинского управления соцзащиты, Андрей Евгеньевич Миков. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, телезрители! Андрей Евгеньевич, мне кажется, те, кто обращается в социальную защиту, уже как отче наш, знают часы работы, приемные дни, и вдруг у вас изменения. Наверное, с этого и стоит начать прямой эфир. Почему изменились приемные дни, ну и какими они теперь будут? В нашей жизни нет, наверное, ничего постоянного. Да, и по объективным причинам, да, мы вынуждены были изменить график приема населения. Сегодня график приема следующий. Значит, прием населения мы осуществляем по дням понедельник, среда и пятница, и неприемными днями у нас является вторник и четверг. Да, вот такая табличка у вас в руке, где написано... Между тем, в неприемные дни, значит, записавшись через портал государственных услуг, можно прийти на прием, специалисты примут все необходимые документы, значит, если это удобно гражданину. Причины, как я сказал, уже на самом деле объективные, значит, значит, как, наверное, и все государственные структуры, ленинское управление в прошлом году тоже подверглось некоторой реорганизации и сокращению. Между тем, объем социальных услуг, предоставляемых, меньше не становится, добавляются новые социальные услуги, мы о них сегодня будем говорить. Возрастает объем документов, поступающих через наш ленинский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. И именно по этим причинам, значит, мы изменили приемные дни, чтобы успевать обрабатывать те документы, которые поступают от граждан в ходе приема, документы, которые поступают от граждан, которые их подали через МФЦ Ленинского района. Кроме этого, в неприемные дни сотрудники осуществляют выезды на акты обследования, если необходимо, подготавливают необходимые отчеты и информацию по запросам нашего Министерства социального развития. Именно этими причинами на сегодняшний день обусловлено изменение этого графика. В продолжение темы хотелось бы немного сказать об услугах, которые можно на сегодняшний день, документы подать через многофункциональный центр. На сегодня наш многофункциональный центр Ленинского района принимает от граждан документы по 19 государственным услугам. В скором времени уже подписано такое соглашение, и как только будут завершены работы по настройке программного обеспечения МФЦ, будут предоставляться 38 государственных услуг через МФЦ. Но тем не менее, я смотрю, предпочитают больше приходить к вам. Консультацию еще там сразу получают у вас. Вот очередь-то у вас всегда есть, хотя можно прийти, и без очереди все те же самые услуги получить через МФЦ. Можно, но дело в том, что в силу специфики работы многофункциональных центров, специалисты там четко по, так сказать, утвержденному перечню принимают документы, не разъясняя, что, для чего, что еще можно было бы, зачем еще можно было бы обратиться по этому же комплекту документов. А ваши клиенты люди пожилые, им больше нужны информации? Нужно больше информации, а зачастую нужно и просто пообщаться, поговорить, узнать, как жизнь, что еще можно сделать. И, в принципе, в этих просьбах никогда наши сотрудники не отказывают. Всех выслушиваем. Иногда ущерб людям, сидящим в очереди, за гражданином которого принимаем на данный момент. То есть вот такая информация по изменению услуг у нас произошла. И в очень скором времени, на сегодня заканчивается подготовка программного обеспечения, уже нашего, которое будет установлено в МФЦ, вся замена и выдача социальных карт жителей Московской области будет осуществляться только через МФЦ. Ну, немножечко позже мы поговорим с вами и о социальных картах, а сейчас я тему следующего нашего разговора хочу сюжетом анонсировать. Давайте посмотрим на экран, узнаем, о чем пойдет речь. На дворе кризис. Многие пенсионеры оказались в очень непростом материальном положении. Поэтому с 1 января этого года начала действовать дополнительная мера социальной поддержки. Для кого же введена эта ежемесячная компенсационная выплата? Есть три необходимых условия. Должен по документам пенсионер быть зарегистрирован один, либо все, кто прописан по этому адресу, являются пенсионерами. Второе – возраст человека, который к нам обращается. Лицо старше 70 лет. Третье условие обязательно – это доход. Доход мы рассматриваем либо самого пенсионера, если он проживает один, либо всех прописанных пенсионеров. Доход берется за три месяца перед месяцем обращения, и он не должен превышать 16 800 рублей на одного человека. Если вы соответствуете всем необходимым требованиям, то нужно просто прийти в Управление социальной защиты населения по адресу Школьная 60, взяв с собой все необходимые документы. Ни о каких автоматических начислениях речи не идет. Выплата назначается исключительно в заявительном порядке и вводится на шесть месяцев с момента оформления документов. 700 рублей прибавка к пенсии каждый месяц. Ну, поскольку пенсия не очень большая, 12 600, а в общем ее не очень хватает, особенно на лекарства. 700 рублей, конечно, деньги небольшие, но для людей, привыкших экономить каждую копейку, они точно не станут лишними. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Андрей Евгеньевич, ну, как уже все поняли, речь идет о жемесячной компенсации граждан старше 70 лет. Много что сказал наш корреспондент, но есть что и добавить. В принципе, да. Хочу сказать, что сегодня мы закончили назначение для выплаты по заявлениям, которые принимали в течение января. На самом деле мы начали такие заявления принимать еще в декабре прошлого года. И для того, чтобы проинформировать граждан, конечно, мы через средства массовой информации давали сообщения. Кроме этого, более тысячи граждан получили в свои почтовые ящики такие листовки информативные о предстоящем вот такой вот введении меры соцподдержки новой. В этом, конечно, нам помогли наши первые помощники Центра социального обслуживания ВЕР, то есть силами соцработников это было осуществлено. На сегодняшний день могу сказать, что по заявлениям, принятым в январе, их было 714, назначена компенсация 684 гражданам, в том числе 158 пенсионерам, которые проживают в семьях. К сожалению, по 30 заявлениям мы вынуждены были вынести отказ на значение этой компенсации. Там больше сумма? Да, как правило, сумма превышает установленную двукратную величину прожиточного минимума пенсионера. Напомню, 8400 рублей, двукратная величина 16800 рублей. Конечно, мы, граждан, об этом будем извещать. Уже проговорили в сюжете, что это ежемесячная денежная компенсационная выплата, да, назначается на 6 месяцев. По истечении 6 месяцев нужно повторно обратиться в наше управление. То есть тот же комплект документов? Нет, то есть основной пакет у нас уже принят. В этой связи может измениться только два фактора. Либо человек перестал быть одинокопроживающим, кто-то к нему прописался, скажем, да, зарегистрировал еще по месту жительства, либо изменился его доход. Поэтому нужно будет предоставить новую выписку из домовой книги, что ничего не изменилось. И если изменились какие-то доходы, и у нас нет информации о этих доходах, предоставить, значит, соответственно, справочку о размере там пенсии. Ну, и мы не сказали в сюжете, потому что это достаточно большое время заняло бы. Какие документы нужно собрать для того, чтобы заявиться на эту льготу? Документы. Прежде всего, это, конечно, документ, удостоверяющий личность самого гражданина. Паспорт. И в этом же документе мы видим, что гражданин является жителем Ленинского района, Московской области. Значит, и мы можем принять у него по месту жительства остальные документы для назначения этой компенсации. Это далее, в соответствии с законом, назначается пенсионером. Значит, либо это пенсионное удостоверение, либо справка о назначенной пенсии. Далее, речь идет о доходах. Значит, соответственно, гражданин предоставляет либо доходы, если данные отсутствуют у нас в нашей базе. Кроме этого, чтобы удостовериться, что гражданин больше нигде не работает, мы обычно просим трудовую книжку. То есть, если там сделана запись, что уволен, больше записи нет, мы делаем вывод, что гражданин трудовую деятельность осуществляет. Больше никаких доходов получить он ниоткуда не может. Если трудовая книжечка вдруг отсутствует, значит, нужно обратиться в пенсионный фонд и взять выписку лицевого счета застрахованного лица, где будет видно, что ни один из работодателей взнос в пенсионный фонд за гражданина не перечисляет. Как уже сказал документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства, это элементарная выписка из домовой книги, по которой мы увидим, что либо гражданин старше 70 лет, пенсионер, является одинокопроживающим, зарегистрирован по месту жительства один, либо это семья пенсионеров, допустим, муж, жена. При этом, если кому-то из них 70 лет уже исполнилось, ему будет произведено назначение этой компенсации. Вы знаете, вот поступил вопрос от Галины Васильевны Пароваткиной. Он звучит так. Одинокопроживающим пенсионерам оказывают материальную помощь, но я об этом не знала. Почему об этом никак и нигде не сообщалось? В этой связи у меня вопрос. Об этой ли компенсации и материальной помощи говорит Галина Васильевна? И каким образом, кроме того, что вы разнесли по почтовым ящикам, еще пенсионерам получать информацию? Где они могут ознакомиться с ней? Информация размещалась в нашем районном издании газете «Видновские вести». Информация об этом размещена на сайте Ленинского муниципального района. На моей памяти, кроме сегодняшнего эфира, только в трех сюжетах, которые прошли по «Видное ТВ». Да, мы старались, да, старались говорить об этом. Почему, по какой причине не пришла, так сказать, наша информационная листовка? Ну, это другой вопрос. У нас много пенсионеров не проживают по месту жительства, проживают на дачах, проживают там, где им удобно. Может быть, в этой связи. Ну, Галина Васильевна еще имеет возможность получить эту помощь? Да, конечно. То есть, выплата назначается в заявительном порядке, с момента обращения. То есть, если Галина Васильевна уверена, что она на эту выплату пройдет, как правило, все пенсионеры очень четко знают свой доход. То есть, конечно, она может обратиться, рассмотрим документы, выплата будет назначена теперь уже, конечно, с февраля на шесть месяцев. Угу. Следующий вопрос я тоже хочу задать от нашего телезрителя. Виталий Петрович Гонтарь, он ветеран труда. Спрашивает, почему в январе не выплачена компенсация по квартплате? Значит, почему это произошло? С нового года 2016-го все территориальные подразделения Министерства социального развития Московской области перешли на новое программное обеспечение. Происходило это в три этапа, в разные строки это делалось. Ну вот, наше Ленинское управление попало во второй этап и свою старую информационную базу мы закрыли до Нового года и все каникулы новогодние дружно всем управлением осваивали новое программное обеспечение. Если старое программное обеспечение позволяло нам, зная о размере коммунальных услуг, которые граждане получают не по факту, а по нормативам, когда происходит назначение, мы могли нашим льготникам компенсацию за коммунальные услуги назначать, что называется, месяц в месяц, то есть немножко авансом. Когда приходили данные о потреблении, допустим, та же самая вода, электроэнергия, значит, мы делали до назначения. Новое программное обеспечение на самом деле привело эту выплату в соответствии с действующим законодательством. Андрей Евгеньевич, мы показывали сюжет на эту тему, но может быть, как вот ликбез такой, давайте еще раз повторим для наших телезрителей и в эфире. Конечно. Ленинское управление социальной защиты населения перешло на новое программное обеспечение. В результате этого получить денежную компенсацию льготники смогут лишь после оплаты за предоставленные услуги. А именно, успел заплатить до 10-го числа текущего месяца, в следующем придет возврат. До Нового года мы могли на основании сведений управляющих компаний о затратах, которые не рассчитываются от фактического потребления, а рассчитываются от объема, произвести начисление таких затрат и гражданам произвести оплату месяц в месяц, что называется. Сегодня у нас просто такой возможности нет. Мы хотим предупредить граждан, чтобы они не боялись, никто никуда не потеряется, просто сроки назначения компенсации, они немного сдвинутся. Новые правила, возможно, дисциплинируют тех, кто забывает вовремя оплачивать полученные коммунальные услуги. Те же, кто платит как положено и компенсацию получат вовремя. Все все получат, чтобы люди не волновались, не переживали. И если у кого-то возникнут какие-то вопросы, ну или на почту не пришли, не принесли домой, либо нет на лицевом счету этих сумм, пусть приходят к нам, мы поможем, разберемся. Но это просто временная такая сейчас ситуация, и все будет хорошо. Александр Шишов, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Андрей Евгеньевич, а вот почему говорят, «Не волнуйтесь, ничего не случится». Люди действительно забеспокоились? Да, люди забеспокоились. Прозвучало, что конкретно услуги нужно оплатить. В соответствии со статьей 155 нашего жилищного кодекса, речь идет о том, что оплата производится на основании данных о назначенных, в скобочках, оплаченных коммунальных услугах. Значит, наше назначение будет производиться по сведениям коммунальных организаций, с которыми у нас есть договора, которые нам сведения представляют, о размере назначенных платежей. То есть, по большому счету, сам факт оплаты, он важен нам, только когда гражданин приходит к нам, что-то на самом деле потеряв, что-то ему там недоначислили, тогда мы смотрим именно сумму, к квитанции, которая остается у него на руках. Вот это массовое назначение будет производиться на основании сведений о начисленных платежах. Другой вопрос, что если гражданин вдруг задолжал в течение трех месяцев и не оплачивает эти услуги, вот тогда в соответствии с порядком мы вынуждены будем прекратить назначение компенсации. Ну а сейчас только сдвинулись сроки получения. Только сдвинулись сроки. То есть, на сегодняшний момент компенсацию, которая будет назначена за январь, данные нам управляющие компании должны прислать до 10-го числа месяца следующего за расчетным. То есть, 10-го февраля, с 10-го по 20-е, на начисленные эти суммы мы назначаем компенсацию и разносим на счета граждан. То есть, где-то примерно с 25-го до конца месяца, до 28-го, денежные средства должны будут поступить на счета граждан. У меня следующий вопрос. Инаида Хычева спрашивает вас. Я федеральная льготница за сына афганца. 15 лет получала газету «Видновские вести». В этом году не принесли газету. Почему отменили? Или все же принесут? Дело в том, что Ленинское управление социальной защиты населения напрямую подпиской периодических изданий, в том числе от района газеты «Видновские вести», не занимается по заявке администрации Ленинского района, а ранее поселений района, которая определяет перечень льготников для получения подписки на периодические издания, мы предоставляем списки таких граждан. Администрация района в силу своих финансовых возможностей определяет, какие категории граждан будут эту газету получать. Я хочу попросить позвонить, например, завтра по любому из телефонов горячей линии мы проверим, подавали ли мы этого человека в списке в администрацию. У нас такая отметочка есть в информационной базе. И если на самом деле мы в списке подали льготника, после этого нужно будет просто уточнить в социальном отделе администрации, попал ли гражданин в списки на поставку периодических печатных изданий. А я попрошу режиссера показывать не только телефоны прямого эфира, но и телефоны горячей линии. Смотрите, записывайте, и вы можете также звонить и получать там всю нужную информацию. Горячая линия у нас постоянно дежурят сотрудники, поскольку все-таки обращений очень много, люди часто звонят, телефоны многоканальные, не всегда есть возможность дозвониться с первого раза до сотрудников. Но между тем удается и нужно дозваниваться. А я опять вас верну к предыдущему вопросу по поводу компенсации за услуги ЖКХ. Анне Сергеевне, мне кажется, надо нам ответить обязательно. Вы только что отвечали, но не все еще, наверное, понимают. В связи с изменением в законодательстве оплату за квартиру на льготных условиях нужно оплачивать до 10-го числа, а пенсия приходит 15-го. Я пенсионерка, инвалид второй группы, другого дохода кроме пенсии не имею. Как выйти из сложившейся ситуации? И вот это вот как раз о назначенных платежах ваших. Да, это вот как раз тот самый комментарий, который я давал по назначенным платежам. Ничего страшного не случится, если оплатить сумму квитанции после 15-го числа. В расчет мы будем брать именно назначенные платежи. Не фактически оплаченные гражданином суммы, а платежи, которые назначает вам управляющая компания. То есть в этом случае ничего страшного не случится. Не бойтесь, ничего не изменилось в этом. Абсолютно. Давайте вспомним, что с 1 августа изменилась мера социальной поддержки по бесплатному проезду. Какой он сейчас, какие изменения? Об этом много говорили, много писали. Может быть, не все понимают. До сих пор вопросы поступают, и вопросы поступают через наше министерство. Люди пишут в губернатору, люди пишут в правительство. Что на самом деле произошло? Об этом неоднократно говорил губернатор. То есть меры социальной поддержки по бесплатному проезду отменены не были. У нас всегда в нашем законе звучало, что граждане имеют право на бесплатный проезд по территории Московской области. Проезд по территории города Москвы осуществлялся на основании двухстороннего соглашения, которое заключалось между субъектами Российской Федерации, город Москва и Московской области. С 1 августа 2015 года просто это соглашение не было пролонгировано. Что послужило? Причиной. Причиной, да, в том числе принятие такого решения. То есть оно буквально, так сказать, из официального релиза. То есть по итогам служения в Государственной Думе о мерах по предупреждению негативных вызовов национальной экономике и о первоочередных задачах экономического развития в современных условиях субъектам Российской Федерации было рекомендовано активизировать работу по оптимизации действующих расходных обязательств, связанных с социальной помощью граждан Российской Федерации, исходя из критериев адресности и нуждаемости с целью защиты интересов граждан с низкими доходами. Социальная поддержка должна быть эффективной, а значит адресной. И была поставлена задача, которая состояла в том, чтобы социальную поддержку получал именно тот человек, который в ней конкретно нуждается. Тогда, Андрей Евгеньевич, сразу возникает вопрос. Для тех людей, которым необходимы поездки в столицу, но они не могут сейчас их осуществлять по своей социальной карте, каким образом получить эту льготу? И кто вообще может на нее претендовать? Остались такие люди? Такие люди остались, несомненно. И после того, как произошли вот эти изменения, после того, как соглашение не было пролонгировано, скажем, был принят новый закон Московской области. В соответствии с этим законом и на основании федеральных законов, которые у нас действуют, в том числе, конечно, и на территории Московской области, были определены льготные категории граждан, которые будут продолжать пользоваться бесплатным проездом по территории города Москвы, в том числе на метрополитене. Конечно, это федеральные льготники, это инвалиды, это жители блокадного Ленинграда, это участники и инвалиды ВОВ, это члены семей погибших, умерших участников войны, это доноры. Также туда вошла такая категория, как труженики тыла, реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий, и многодетные семьи. То есть вот эти категории граждан продолжают пользоваться бесплатным проездом по территории города Москва. Одновременно с этим были внесены изменения, позволяющие гражданину, в случае, если он пользуется проездом по территории города Москва с целью направления его в лечебное учреждение, какое-то федеральное, гражданин, представив определенный пакет документов, может обратиться и получить единовременную помощь в размере 400 рублей. Такая мера тоже была установлена. Это вот то, что на самом деле произошло у нас по изменениям в правилах бесплатного проезда. Давайте, раз уж мы дошли до социальных карт, и расскажем, как с ними обстоят дела. Да, ну, может быть, предваряя некоторые вопросы, которые могут поступить в прямой эфир, на самом деле задержка по социальным картам, именно по социальным картам у нас была. Примерно с 13 декабря мы прекратили выдачу постоянных социальных карт жителям и вынуждены были обеспечивать их временными билетами на проезд. С чем связано? Как и все сейчас, выпуск этих социальных карт осуществляется лицом, которое выиграло определенный конкурс, тендер на производство этих карт. Произошел небольшой сбой с поставщиком этих услуг. Хочу сказать, что буквально вчера мы получили большую партию социальных карт, которые можем теперь выдавать гражданам. Единственное, хотел гражданам, которые нуждаются в получении вот этой карты и у которых на руках сейчас временный есть билет для проезда, не торопиться, не бежать завтра всем к нам, воспользоваться вот этим временным билетом до окончания срока его действия и спокойно прийти получить социальную карту. Узнать о том, поступила ли ваша социальная карта, тоже можно по телефонам горячей линии, которые у нас работают. Мы с вами обсуждали компенсацию за услуги ЖКХ, а отдельной строкой вынесена компенсация за капитальный ремонт. И вот у меня вопрос от Тамары Михайловны Сальниковой, 1928 года рождения. Начисляют за капитальный ремонт. В квартире прописаны трое. Я, дочь, пенсионерка и внук. Каким образом будет сделана компенсация вот этой семье? Тут, наверное, нужно говорить о том, что на сегодняшний день компенсацию за капитальный ремонт, вернее, те назначения, которые подлежат оплате за капитальный ремонт, многие из нас сегодня получают не вместе с платежным документом за коммунальные услуги, а отдельно приходит квитанция. Конечно, в идеале, когда у нас заработает на территории Ленинского района единый информационно-расчетный центр, мы сможем от этого центра централизованно получать информацию и назначать компенсацию за капитальный ремонт централизованно гражданам, которые на сегодня имеют на это право. Компенсация за капитальный ремонт в соответствии со статьей 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов назначается инвалидам первой и второй группы, детям инвалидам и гражданам, имеющие детей инвалидов. При этом они должны быть собственниками жилого помещения и размер этой компенсации составляет 50%. Вот эта статья закона изменилась буквально с 29 декабря 2015 года. Я хотел бы, чтобы тоже граждане об этом узнали. И на сегодняшний день мы имеем возможность назначать такую компенсацию, но для этого нужно, опять же, пока не заработает единый этот расчетный центр, пока нужно обращаться к нам с квитанциями об оплате соответственно вот этого капитального ремонта. А вот Тамаре Михайловне уже 88 лет будет в этом году. Скажите, ей за капитальный ремонт положено, если она не инвалид? В 169 статью нашего жилищного кодекса этим же законом, которым произошли изменения в законе о социальной защите инвалидов, было внесено изменение. Изменение звучит буквально следующим образом. Я с вашего позволения зачитаю, поскольку здесь много очень специфических терминов. С законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса за капитальный ремонт, рассчитываемого, исходя из минимального размера взноса за капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения, в месяц установлено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и размера регионального стандарта норматива жилой площади помещения, используемого до расчета субсидий. одиноко проживающим, неработающим, собственником жилым помещением, достигших возраста 70 лет в размере 50%, 80 лет в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста, собственником жилых помещений возраста 70 лет в размере 50%, 80 лет в размере 100%. Это мы о федеральном законе говорим. Это мы сейчас говорим о нормах федерального закона, коим у нас является наш жилищный кодекс. В самом начале там прозвучало, что субъектами Российской Федерации может быть предусмотрено. Соответствующий закон должен быть принят на уровне субъекта Российской Федерации Московской области. Из средств массовой информации мы знаем, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подтвердил, что такой закон в Московской области будет обязательно принят. На сегодняшний день пока информации нет, внесен ли он куда-то на рассмотрение. Но как только такой закон будет принят, будут приняты подзаконные нормативные акты, то есть порядок назначения такой компенсации. А как мы с вами услышали, речь идет именно о компенсации. Конечно, мы об этом дополнительно будем говорить. И, скорее всего, назначение этой компенсации будет также производиться через органы социальной защиты населения. Скорее всего, порядок будет также заявительный, поскольку очень много нюансов. Стандарты площади, собственник, не собственник, одинокопроживающий, неодинокопроживающий, кто в семье проживает. Пока ждем принятия нормативных актов. Возможно, будет уже тогда обсуждать и вам. У меня очень много вопросов, которые сейчас в данной степени, в конкретной степени не касаются вас. Но я буду их зачитывать и прошу вас адресовать наших телезрителей туда, куда необходимо, чтобы решать. Вот первое, Овчинникова Валентина Алексеевна, она просит объяснить, как рассчитывается субсидия по оплате коммунальных услуг. Она одинокая пенсионерка, пенсия 11800. И вот она не может также понять, почему не входит в число малоимущих с такой пенсией. Значит, малоимущими у нас считаются по законодательству граждане, имеющие доход, не превышающий величину прожиточного минимума. На сегодня прожиточный минимум у нас в целом для социально-демографических групп, именно этот размер используется для расчета среднедушевого дохода, составляет 11 129 рублей. Имеется в виду весь доход, а не только размер пенсии. Как мы видим, только размер пенсии у нас уже превышает. Именно в этой связи мы не можем признать человека, семью малоимущими. А вот субсидии рассчитываете не вы, но подскажите, куда обратиться, Валентине Алексеевне? Назначением субсидий у нас занимается отдел субсидий. Наша МУП-управляющая компания ЖКХ, адрес у них проспект Ленинского комсомола, дом 23. Порядок назначений и размера субсидий зависит также от среднедушевого дохода семьи. То есть, если среднедушевой доход семьи превышает установленный законодательством процент, около 23-27, могу ошибаться, тогда семье будет назначена субсидия на оплату жилищно-коммунальных платежей. Я знаю, что социально-оздоровительными путевками сейчас тоже не занимаетесь, но вопрос звучит так от Антонины Шлюковой. Почему неработающим пенсионерам резко сократилось количество путевок в центры Подмосковья? И второй вопрос. Муж подал документы на льготное протезирование зубов и никак не дадут ответ. Ждем больше трех месяцев. На первый вопрос. На самом деле путевками, в том числе для неработающих пенсионеров и для федеральных наших льготников, как занимались, так и занимаемся мы. Да? Да. Хорошо, что вы меня поправили. На самом деле с путевками никогда не было легко. К сожалению, там не указана или указана какая категория, федеральный льготник или просто неработающий пенсионер? Неработающий пенсионер. Путевки закупаются у нас централизованно. То есть также разыгрывается контракт с учреждениями вот этими лечебно-профилактическими, куда граждане направляются на отдых. И распределение происходит уже по территориальным подразделениям Министерства социальной защиты населения. Путевок мало? Путевок мало. Вызвана еще задержка, конечно, тем, что мы с очереди граждан, которые подали заявление в предыдущий год, мы их не снимаем. Они остаются стоять в очереди. Накапливается. Да. То есть пока вот такое накопление есть, оно идет. За счет этого граждане, которые заявление подали позже, значит, они немножко в очереди получаются у нас в конце. Обеспечение идет по порядку очередности. Нумерация сквозная. То есть кто подал заявление раньше, тот, конечно, путевку получит раньше. Единственное, что у граждан меняются доходы. В некоторых случаях предоставление путевки тоже зависит от дохода. Значит, очередь и по этому поводу тоже становится немножко меньше. Бывают случаи, когда есть путевка, и специалисты, обзванивая по очереди, не все соглашаются. Кого-то не устраивает направление, кого-то не устраивает конкретный санаторий, кого-то не устраивает время, в которое ему предложили путевку. То есть иногда вот таким образом очередь немножко уходит вперед. То есть начинаем предлагать гражданам, которые в очереди стоят дальше. Ну, надеемся, что ситуация изменится, что путевочек нам побольше будет поступать, и тогда мы граждан постараемся всех обеспечить. Второй вопрос, напоминаю, про льготное протезирование. Льготное протезирование. С января 2015 года финансирование на льготное зубопротезирование выделяется не Министерством социального развития Московской области, а Министерством здравоохранения Московской области. За нами с этого периода осталась только функция по определению права гражданина на эту меру социальной поддержки. То есть мы принимаем заявление и выносим решение, имеет гражданин право или нет. Дальше с этой справочкой гражданин идет в нашу городскую стоматологию, где его ставят на очередь. И, к сожалению, вот на сегодняшний момент пояснить, что там происходит с финансами, я просто не могу, поскольку сведениями такими не располагаю. Так, у меня есть еще вопросы. Анна Проскурина обращает ваше внимание, что одной ее знакомой 86 лет. Она получает пенсию в 11 тысяч, хотя и ветеран труда, участник трудового фронта. У нее 5 медалей за доблестный труд. Почему такая маленькая пенсия? Куда можно обратиться? Она платит квартплату 5 тысяч, постоянно голодает, а я ей помогаю. Ну, здесь речь идет, наверное, уже конкретно об адресной помощи. Речь, да, наверное, идет конкретно об адресной помощи. То есть в этом случае, конечно, нужно предметно разбираться, почему отсутствует. Если участник трудового фронта, конечно, должна быть назначена компенсация жилищно-коммунальных услуг, то есть 5 тысяч оплачивая, нельзя делить точно пополам, поскольку не все коммунальные услуги, которые нам выставляются, подлежат компенсации. Нужно разбираться, смотреть. Я прошу позвонить нам, связаться. Я вопрос заберу с собой. К сожалению, здесь нет координат. Анна, перезвоните нам, пожалуйста. Если фамилия, имя, отчество есть? Нет, вопрос задает женщина о своей знакомой, 86-летней, и никак не упоминается ни имя, ни фамилия. Поэтому, Анна, мы просим вас связаться сейчас с нами. И еще один вопрос, его тоже задает Анна. Почему, видимо, нет телефонного справочника? Мы уже с вами переключились на новый вид связи. Мы все телефоны можем спокойно найти в Гугле, в интернете, где угодно. А люди пожилые привыкли, что есть напечатанный справочник, и там можно найти все телефоны. Не выходил никто с инициативы возобновить? Ну, тут вопрос-то, скажем так. Мы, как любое государственное учреждение, исполняем определенные государственные функции. И нам просто не выделяют денежные средства на изготовление каких-то бюджетов, каких-то буклетов. Централизованно, да, они распространяются. Но вот телефонный справочник, в целом городской, наверное, мы все-таки не осилим своими средствами. У нас на стендах нашего управления, наша инициатива, есть и размещены телефоны, полезные телефоны, так называемые. То есть телефоны пенсионного фонда, телефоны территориальных управлений, социальных служб, которые занимаются помощью гражданам. Телефоны ЖКХ, то есть там порядка 20 телефонов различных служб там у нас приведено. Если есть такая необходимость, ну, наверное, мы можем выложить это на сайте, попросить, чтобы разместили. Можем попросить, чтобы это разместили в газете. Может быть в газете сделать такой вот номер под вашей статьей, полезные телефоны. Мы готовы будем предоставить редакции газеты такую информацию. Мне кажется, нужно, потому что если на сайте, то там же можно и другие телефоны найти. Понимаю, что не все пожилые граждане могут этим воспользоваться. Андрей Евгеньевич, наш эфир подходит к концу. Мы подготовили еще один небольшой репортаж, но, к сожалению, не успеем его показать. Но я хотела бы эту тему прям хоть несколькими словами, но отметить. Управление социальной защиты не забывает юбиляров. Люди празднуют 90 лет, и даже, я знаю, у нас есть и 100-летние юбилеи. И ко всем вы приходите и поздравляете. Расскажите немножко об этой программе. На самом деле это начинание нашего президента. Все субъекты Российской Федерации осуществляют такую деятельность через свои органы социальной защиты населения. Наверное, это правильно. Наверное, это здорово, что находятся средства на то, чтобы поздравить человека, который празднует свой юбилей. Как правило, это люди пожилые. Как правило, это люди очень заслуженные. Это труженики тыла. Это ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны. Им сейчас очень трудно. Слава Богу, если есть дети, внуки, которые могут осуществлять за ними уход. Мы приходим, мы приносим поздравления президента. Нам выделяют денежные средства, хоть небольшие, но для того, чтобы можно было человеку подарить цветы. Мы приходим хоть с небольшим, но подарком, который тоже является знаком внимания. Мы стараемся пообщаться. Мы стараемся узнать, как человек живет, если необходимо. Значит, стараемся помочь. Наверное, это здорово. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, вот год только начался, а уже поздравления пошли. Какого возраста людей вы посещаете? 90, 95, 100 лет и, если Бог даст, выше. Так что, юбиляры ждите. Обязательно придем и вместе с телевидением, потому что мы тоже с вами ходим, поздравляем и рассказываем о наших жителях Ленинского района. Почтенных жителей, которые празднуют такие юбилеи. Я напоминаю, что в нашей студии был заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты Андрей Евгеньевич Миков. Андрей Евгеньевич, прощаемся с нашими телезрителями и благодарю вас за то, что были с нами все это время. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова